МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня наша программа посвящена народному танцу. Кажется, целой жизни не хватит, чтобы изучить, понять и прочувствовать народный танец. Монгольский и казачий, пакистанский и русский. Любовь к собственной культуре объединяет людей разных национальностей. А нас объединяет любовь к танцу. Сегодня мы увидим выступления коллективов из самых разных городов России. А в конце программы жюри определит, какой танец произвел сегодня самое яркое впечатление. Танцовщица-хореограф Софья Гайдукова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ведущий солист балета Большого театра Игорь Сверком. АПЛОДИСМЕНТЫ Танцовщик-хореограф Александр Могилёв. АПЛОДИСМЕНТЫ Танцовщик-педагог заслуженный артист России Рамиль Мехдиев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Композитор Евгений Дербенко создал профессиональный репертуар для русской гармонии. Его вдохновляют традиции сельской жизни. Подтверждение тому композиция «Деревенская картинка». На язык танца ее сегодня переложили Ярослав Острось и Полина Манаенкова. Город Анапа. Всем здравствуйте! Меня зовут Ярослав Острось. А меня Манаенкова Полина. Мы являемся учащимися детской школой искусств номер 2 города Анапа. И передаем вам солнечный привет с Черного моря. Для нас танец – это жизнь. Мне нравится превращаться в разные образы. Танцую, я чувствую радость. Танец придает неуверенность, поднимает настроение, заставляя становиться сильнее и лучше каждый день. После съемок мы уже не скоро встретимся. Разъедемся по разным городам, но будем помнить друг друга. И ждать встречи вновь. Сегодня мы хотим порадовать зрителей нашим дуэтом. Передать положительный заряд. Смотрите проект «Большие и маленькие» и держите за нас кулачки. Смотрите проект «Большие и маленькие» и держите за нас кулачки. Смотрите проект «Большие и маленькие» и держите за нас кулачки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Спасибо. Ну, Рамиль, здесь стоит ваш поклонник. С вас начнём. Ну и ваша тоже, Светлана. И моя тоже, но я не член жюри. Наверное, я не буду сейчас говорить про ваши ошибки, потому что я понимаю, что в будущем все эти ошибки, все замечания вам будут говорить уже педагоги, которые меня воспитывали. Про дроби я не буду говорить, потому что мне всё понравилось. Они звонки от пола. Ты колени поднимала прямо до груди, как положено. Но у меня есть к тебе небольшое замечание про бегунок по кругу. Когда ты делаешь бегунок, это вообще тебе и пригодится в будущем, и на народно-характерном. Когда делаешь бегунок, то не прыгай. Делай его скользя, и нога должна быстро открываться. А ты как будто подпрыгивала, прыгала по кочкам. Хорошо, спасибо. А вот тебе хочу пожелать улыбаться. Уже ты артист. Что бы ни произошло, ты обязан стоять и улыбаться, и дарить нам улыбку свою, а мы тебе её подарим обратно. Ребята, я вам желаю удачи, побед. Спасибо. Спасибо. Софья, вышли такие красивые. Полина, у тебя такие ямочки на щёчках. Спасибо большое. Мне приятно. Работа с ложками, работа с предметом – это суперсложно, суперважно. Но, к сожалению, я не услышала практически ложек в течение номера. Я даже сначала подумала, что это прописанная фонограмма. От чего это зависит? Надо больше репетировать или от стресса вы не попадаете по ложкам? Как это происходит? Ну, вообще, наверное, надо сначала это всё отрепетировать, чтобы все моменты мы вот резко брали их и стучали именно. Мне показалось, что ложек не хватило сегодня. Я уверена, что вы дальше отработаете, хоть и не вместе, но тоже не забросите народный танец. Я желаю вам удачи на новом месте. Поздравляю вас. Спасибо большое. Сегодня особенно жаркий день, потому что на сцене народные танцы. Игорь, вы как-то готовились к этому дню? Конечно. Я проснулся пораньше, съездил на работу, позанимался классом, порепетировал текущий репертуар и мигом сюда примчал. У меня нет претензий по танцам, потому что Полина была очень лёгкая, такая шустрая, звонкая, отлично бросала ноги. И зря ты, Рамиль, говори, что в балете потом не пригодится. Когда она будет танцевать в Китре, там выход классический, там нужно так кидать, что знаешь, чтобы все хнули. Ну вот. А Ярослав, мне кажется, он отлично был и партнёр, и актёр, что не менее важно для таких номеров, да и вообще в дальнейшей карьере народного артиста. Ребятушки, я вам желаю, чтобы спустя годы, даже если ваши судьбы сейчас разбегутся, вы, как и мы все, воссоединились на каком-нибудь проекте, как члены жюри, а лучше, чтобы вы были вместе, встретились на проекте «Большие и маленькие». Я вам этого искренне желаю. Спасибо большое, Александр. Полина, Ярослав, это было такое искромётное выступление, что я немножко пританцовывал, когда вы вышли на сцену. Это было настолько ярко и настолько позитивно, что вы задали очень высокий и позитивный тон всему сегодняшнему вечеру. Я вас поздравляю с великолепным выступлением. Огромное вам спасибо. Полиночка, Ярослав, я вас поздравляю, вы огромные молодцы. И обязательно, конечно, мы сегодня на нашей сцене снова встретимся в конце нашей программы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! Перенервничали, да? Перенервничали очень, да. Ну как, самочувствие? Я просто танцевала и смотрела на жюри и улыбалась. И всё отлично, мне понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Барыня, барыня, сударыня, барыня. По словам этой припевки сразу понятно, какой номер мы сейчас увидим. Один из самых знаменитых русских народных танцев «Барыня» в исполнении Дианы Ермаковой. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Диана Ермакова. Я живу в самом красивом месте в Воронежской области в посёлке городского типа «Ана». Я самый обычный ребёнок. У меня есть много увлечений. Я рисую, пою, занимаюсь театральной студией. Отлично учусь. Но самое любимое моё увлечение это народные танцы. Занимаюсь я сразу в двух хореографических коллективах. Образцовый детский коллектив «Вдохновение» и народный коллектив «Сударушка». Я очень рада, что буду участвовать в проекте «Большие и маленькие». Желаю удачи всем участникам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дианочка, здравствуй! Здравствуйте! Я тебя поздравляю с выступлением на проекте «Большие и маленькие». Ты потрясающая, ты невероятная, ты очень красивая, у тебя такой костюм, ты очень техничная, ты исполнила такой сложный номер. Я знаю, что в распространенном варианте барыню танцуют в паре. Это такой, ну, шутливый конфликт между барыней и между простым парнем. А какая твоя барыня? Ведь ты сегодня одна танцевала на сцене. Моя барыня гордая. Ты занимаешься в двух коллективах? Да. Первый – это образцовый детский коллектив «Вдохновение» у поселка городского типа «Анна». А второй – это народный коллектив «Сударушка» город Воронеж. Ты занимаешься совершенно в разных городах, получается? А сколько километров расстояние-то между ними? Сто километров. Как часто ты ездишь туда? Ну, примерно раз пять в неделю. В Воронеж? Да. Обалдеть. Невероятно. Ты большая молодец. Умница. Спасибо большое. Потрясающе. Александр, чтобы заниматься танцем, сколько бы вы проехали в день? Сколько бы я проехал, я бы и пролетел. Не знаю, когда я понял, что танец распирает меня изнутри. Я находил любые способы тоже. Танцевать где угодно. И я никуда не ездил. Я просто танцевал на улице, танцевал на крыше, танцевал на стройке, где-то в подъезде, где мы только не танцевали. Но, говоря про этот танец, я понимаю, почему ты так поступаешь. Ездишь то в Воронеж, то занимаешься в поселке. Эта страсть, которая в тебе есть, это любовь к танцу, она просто плещет из тебя. Это так видно. Ты такая яркая, такая зажигательная и такая веселая. Спасибо тебе огромное за эти искры. Спасибо. Софья, я вот тут пытаюсь посчитать, я не могу понять. Пять раз в неделю ты до Воронежа ездишь туда сто километров и сто километров обратно? Да. То есть ты такая два часа тратишь на дорогу туда, час позанималась и еще два часа обратно? Или сколько ты занимаешься? Занимаюсь я примерно три часа. А на чем ты добираешься до Воронежа? На машине. То есть тебя возят родители? Да. То есть вы можете себе представить, что родители делают для нашей Дианы? Тысячу километров в неделю они наматывают дорогу для того, чтобы ты показала нам сейчас такой уровень, как ты показала. Это, конечно, потрясающе. Браво родителям. Спасибо. Рамиль. Диана, спасибо тебе большое. И знаешь, у меня сейчас такое возникло предложение. А не хочешь со мной вместе станцевать? Хочу. Поехали. Привет, bounced в момент у вас иногда было дорожки. А что ты потом делала? Дорожка. А что потом? Да, у нас мелко делали. Поехали. Пять, шесть, семь, восемь. Не мешай нам. Вот и нашелся молодой удалец барыни. Гениально, потрясающе. Я думаю, что мы с тобой когда-нибудь еще станцуем вместе. Хорошо. До встречи. Спасибо, Ромик Игорь. Восхитило, правда. Вот весь номер на таком уровне, в таком темпе. Я первый раз, ну вот лично я, видел первый раз, когда после одинарных фуэте делают двойной. То есть я такого лично еще не видел. Меня это просто поразило. Я такой, а что, так можно было? Я обескуражен. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Дианочка, я тебя тоже поздравляю. Спасибо твоим замечательным родителям. И, конечно же, спасибо твоим педагогам, которые научили тебя так здорово танцевать. И поставили для тебя такой прекрасный номер. Поздравляю тебя. И увидимся в конце программы на нашей сцене. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Археологи утверждают, что танец существует в Китае уже как минимум 4 тысячи лет. До 1919 года китайский танец оставался фольклором. А затем хореографы стали записывать танцевальные движения. Позже к ним добавились новые элементы из китайских боевых искусств и народной оперы. И до сегодняшнего дня китайский классический танец вдохновляет хореографов на создание новых номеров, раскрывающих всю красоту этой древней культуры. Полет танцующей бабочки. Ансамбль-сюрприз. Город Майкоп. Республика Адыгея. Ансамбль-сюрприз приветствует вас из солнечного Майкопа. Долины Яблонь. Столицы Республики Адыгея. Наша республика – это край высоких гор, зеленых лесов, быстрых рек и южного солнца. Сюрприз – большой, дружный коллектив, который растет, развивается и движется к новым целям под чутким руководством наших любимых педагогов. Концертная программа сюрприза очень разнообразна – от детского игрового танца до современной хореографии. Но особое отношение в нашем коллективе к народному танцу, ценности традиции которого мы бережем и в то же время привносим свое собственное видение. А теперь мы едем к вам! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки-красавицы, здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю вас с выступлением на нашем проекте «Большие и маленькие». Судя по соцсетям, даром время вы не теряли и по Москве уже прогулялись. Где были? Рассказывайте. Мы были на ВДНХ. Там было очень много красивых мест. Особенно нам понравился фонтан, где было олицетворение от «Дружбы народов». На Красной, конечно же, площади. Вы из республики Адыгея. Сегодня вы танцевали «Китайский танец». Как вообще пришла идея станцевать этот потрясающий номер? А давайте мы сейчас спросим ваших педагогов. Лариса и Жанна, здравствуйте! Здравствуйте! Почему «Китайский танец» сегодня вы нам показали? Ну, «Китайский танец» в программе нашего коллектива достаточно уже давно и является одной из визитных карточек нашего ансамбля. И я надеюсь очень, что долю такого китайского настроения, восточной женщины, нежной, хрупкой, ранимой, мы показали в этом танце. Я знаю, что вы родственницы даже больше. Вы сёстры. Да, мы сёстры. И мы очень рады работать вместе. Так, вы знаете, вместе рождаются намного более интересные ещё проекты. И вместе мы сила, как мы говорим. Спасибо вам большое. Спасибо. И желаем удачи и поздравляю вас. Спасибо. Софья, вы сегодня в образе. Да, я в японском образе. В японском, правда, но всё-таки в азиатском. Да, в восточном. Юката, летнее кимоно японское. Девчонки, вы такие яркие, заполнили всю сцену. Ну, удивительно, что, в общем-то, ничего каких-то сложностей технических, да, в этом номере нет. Но вот именно вот эта плавность, и так, как вы собираете эти веера в едино, вот эти все рисунки перетекания, этот первый прочёс, боковым зрением смотрите, да, как это прочесаться, чтобы не сбить друг друга. А я, конечно, понимаю, что всё это сложно, хотя с виду кажется, что это так легко, как полёт бабочки. Вы сегодня поразили нас своей красотой. Я поздравляю вас. Спасибо. Ваниль. Я хочу отметить вашу женственность, вашу красоту, улыбки, и какие же вы обворожительные. Спасибо вам большое за то чудо китайское, восточное, мудрое, которое вы нам подарили. Спасибо. Игорь. За свою театральную карьеру я, ну, достаточно много раз был в Китае, и никогда мне не удавалось не посмотреть ни на какой народный танец в стране. Ну вот, и я очень счастлив, что у меня теперь в моей голове останется такое восприятие от китайской культуры и от китайского танца, потому что это было красиво, легко, гармонично. Я вас поздравляю. Спасибо. Александр. Я, знаете, рассуждал полет танцующей бабочки. Вы являетесь одной бабочкой, либо каждая из вас бабочка. А потом я понял, что самое главное слово здесь — полет. И вот это ощущение полета и легкости как раз-таки я получил. Местами мне бы хотелось иногда, чтобы ваши спинки не заваливались, чтобы, когда вы бросаете батман, вытягивали ее, не наклонялись, не дергали поясницу. Чуть-чуть рисунки иногда нарушались, но в моей голове все равно все это происходило идеально. Спасибо большое за эти приятные и новые для меня ощущения. Девочки, спасибо вам за вашу красоту, за то, что приехали к нам на проект «Большие и маленькие». И уже совсем скоро мы снова увидимся в финале нашего проекта на нашей сцене. Девочки, мы вас поздравляем от души с таким нашим большим праздником, с выступлением на нашем любимом канале «Культура». Больше всего поразило сценическое оформление, сами жюри, также визажисты, которые постоянно подбегают, подправляют что-то, помогают фотографы. Очень хорошая атмосфера. Волгоградский хореографический ансамбль «Улыбка», созданный в 1986 году, приобрел такую популярность, что через три года на его базе была образована областная детская филармония. Сегодня участники ансамбля «Улыбка» представят один из своих номеров под названием «Волынская полька». «Царицын», «Сталинград», «Волгоград», «Великий», «Могучий», «Многогранный», «Город-воин», «Город-герой», «Непобедимый», «Величественный». Это мой любимый город, маленькой частичкой которого я являюсь. Мой город интересен и уникален, славен своими людьми-тружениками, своим творческим потенциалом. Есть в моем городе одна достопримечательность – хореографический ансамбль «Улыбка». Это моя гордость, моя большая дружная семья. Это сотни детей, увлеченных одним делом, несущие радость и море улыбок по всему свету. Мы – «Улыбка Волгограда». Светлая, яркая и вдохновляющая. Наша небольшая группа – лишь маленькая часть Волгоградской детской филармонии. Нашему любимому ансамблю «Улыбка» исполнилось 35. В нашей большой творческой семье занимается хореографией более 500 детей. Это наша любовь. Это наша гордость. Большие и маленькие, ждите нас! «Улыбка Волгоградской детской филармонии» «Улыбка Волгоградской детской филармонии» «Улыбка Волгоградской детской филармонии» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Класс ДimaTorzok 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 Браво! ДimaTorzok 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 Между прочим Тренироваться нужно обязательно на будущее Это ваше здоровье Поздравляю вас! Спасибо! Рамиль. По вопросу дыхалки я вам всем скажу такую наверное новость что дыхалка уходит самая первая над этим надо постоянно думать А если про ваш танец тоoоооооо? я забыл смотреть на ваши ноги я забыл смотреть на ваши руки нооооо у некоторых девочек я заметил Вот такие вот пальмочки Пальчики вместе, да, я думаю, что вам педагог Каждый раз, наверное, кричит Пальцы вместе, четыре пальца вместе Их склеить, да, там на скотч Заклею, я в этом на сто процентов уверен Живо Задорно, быстро Эмоционально ваши Поджатые вот эти вот абертасы Конечно, девчонки Полет нереальный Молодцы Поздравляю вас с таким Замечательным искрометным выступлением Спасибо вам большое Ребят, я вас Поздравляю, сейчас было сказано Столько хороших Теплых и прекрасных Слов ваш адрес Скажите, а в принципе У вас у кого-то есть мечта продолжать И танцевать, и свою профессию Посвятить танцу? Ну, мне кажется, мы все хотим поступить В Институт искусств После него попробовать ансамбль Игры Моисеева Я вам такой секрет расскажу Есть в ансамбле Моисеева один номер Молдавский Жок Те артисты, которые его исполняют Да, но вы все киваете головой Вы все знаете его Те артисты, которые исполняют этот номер Если есть в концерте То, значит, у тебя тяжелый концерт Потому что после этого номера Дыхалка так натренировывается И бегать не надо Ничего не надо Поэтому я вам желаю всем Станцевать молдавский жок Молодцы, молодцы, вы большие молодцы Мы очень рады за вас Это была наша мечта Побывать на телевидении И, как говорится, если сильно захотеть То мечты сбываются Ура! Яркие, завораживающие, профессиональные Все эти эпитеты можно отнести К маленьким ангелам Коллективу из города Якутска Сегодня они представляют номер Под звуки монгольской степи Мы представляем детскую хореографическую студию Маленькие ангелы из города Якутска Наш город стоит на самом краю России Где небо встречается землей Где зимой минус 50 градусов А летом плюс 35 Где живут сильные люди с добрым сердцем Готовые прийти на помощь тем, кому трудно В новом творческом сезоне Нашей хореографической студии Исполняется 30 лет Что для нас танец? Танец – это жизнь в движении Без движения все замирает Мы благодарны телеканалу «Россия.Культура» За приглашение участия В замечательном проекте «Большие и маленькие» Всем коллективам желаем Прекрасно выступить И получить массу положительных эмоций А вот она Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. А это мы ягоды собирали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Кроме народных танцев мы танцуем также и классику, и современные танцы. Но чаще всего мы танцуем народные какие-то танцы. А кто-нибудь из вас хочет стать хореографом в будущем? Я бы хотела связать свою будущую жизнь с танцами, поэтому я планирую в будущем поступать на хореографа в Республику Южную Корею. А теперь давайте узнаем, какое впечатление вы произвели на нашей жюри. Рамиль. Вы очень красивые. Очень красивые костюмы у вас. Я вам желаю, конечно же, здоровья, счастья и творческих побед. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Рамиль. Игорь. Девчонки, действительно, номер получился отличный. Потому что, вот как вы рассказали сюжет, что три подружки встретились. И вот я, у меня прям сразу сложилась вся картинка всего номера. Потому что и вначале вы там позвали, видимо, друг дружку, потом вы начали вместе танцевать, потом где-то, каждый была какая-то нотка своей индивидуальности. И, может, и поначалу в танце я подумал, что где-то, может быть, разошлись или что-то как-то, ну, не вместе. Но теперь у меня сложилось, что, ну, три подруги, они же не три сестры, правильно, абсолютно разные, каждая темперамента, личности. Очень-очень классно. Спасибо вам. Спасибо. Софья. А вот вы говорите, что вы танцуете разные танцы, и современные в том числе, да? Как ваш педагог по народному танцу относится к тому, что вы танцуете современно? Не ревнует ли он? Думаю, нет, не ревнует. Может быть, у нас есть возможность спросить у него? Василий Петрович, здравствуйте. Добрый день. Поздравляю вас. Расскажите, вот Софья спросила, не ревнуете ли, что девочки занимаются ещё другим направлением? У нас в студии дети танцуют разные направления, потому что у детей и данные разные, и индивидуальности разные. То-то мы подстраиваем репертуар под детей. Если дети у нас попадаются с народными характерными особенностями, то дети танцуют народный танец. А если девочка попалась с лебедиными руками, то мы стараемся её подвести к классике. А современные эстрадные номера, все дети современные хотят в долгу быть со временем, и мы в нём их не отказываем. Обязательно поддерживаем. Это здорово. Спасибо. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо вам. Александр. Вообще, в принципе, я люблю вот такие самобытные танцы, в которых мне лично очень тяжело оценивать какую-то технику, потому что я в этом не ориентируюсь. Но как же мне приятно видеть всю эту оригинальность, то, как вы двигаетесь, как вы подаёте это движение, как вы внутри существуете. Меня это заворожило. Спасибо огромное. Спасибо вам. Поздравляю вас. Спасибо, что приехали к нам и показали ваш красивейший танец. Спасибо большое вам. Скоро, не совсем скоро, мы снова увидимся на нашей сцене в конце программы. Ну, прям от души всё станцевали. Я весь номер стоял прям при улыбке. Такого у меня бывает редко. Так уж я вас поздравляю. Смотрите большие и маленькие на телеканале «Культура». В середине 20 века профессор Вячеслав Щуров записал фольклорную песню, которой по его подсчётам было около 200 лет. «Порушка параня» – русская плясовая, популярная в Белгородской области. «Поранями» называли ловких, умелых хозяек. Одна такая «параня» сейчас появится на нашей сцене. Меня зовут Безматерная Дарья. Мне 10 лет, я из города Москва. С 4 лет я занимаюсь народными танцами. Мне очень нравится именно это направление, потому что народные танцы – это состояние души. Очень красивые, разнообразные костюмы и образы. Искренность и Дадор – это истории народа, которые я стараюсь передать в движение. Санятие танцами – это выступления, концерты. Это конкурсы в разных городах. Это мастер-классы и опыт. И когда в будущем танцы становятся профессией, я буду очень счастлива. Ведь так прекрасно делаю то, что ты будешь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 мне кажется, что в жизни ты такая же юркая, быстрая и веселая, как в этом танце. И вот эта хулиганистость есть в тебе, я прямо это чувствую. Потому что то, как ты стоишь, как ты разговариваешь, как ты танцевала, и вот это маленькое озорство, старайся его сохранить как можно дольше, потому что это придает тебе живости и в танце в том числе. Твои эмоции для меня сейчас это самое дорогое. И я смотрю на таких детей и думаю, как же классно, что у нас вообще в стране есть народный танец, и что такие дети его танцуют. Спасибо тебе, поздравляю. Спасибо большое. Софья, мне кажется, всегда в любом танце самое сложное, это не крупными мазками вот так делать, а делать какие-то маленькие нюансы. И как раз твои нюансы, когда вначале вот это плечико, одно, второе, и потом когда ты на каблучок вот это поставил. Маленькие такие движения, они дают вот эту самую окраску, и ты прекрасно это сделала, прекрасно выполнила. Я тебя поздравляю. Особенное большое спасибо тебе за твою любовь к народному танцу. Это великолепно. Спасибо. Дашенька, я тебя поздравляю, ты огромная молодец. До встречи. Спасибо. Ты плачешь. Молодец. Ты умничка. Молодец, молодец. Я так с тобой горжусь. Мы очень счастливы. Достаточно того, что сегодня в процессе подготовки к выступлению ребенок сказал самые главные слова. Я так счастлива. И что нужно еще? По-моему, больше слов не нужно по этому поводу. Это незабываемое ощущение, очень круто. Очень классно. Смотрите большие и маленькие на телеканале... Смотрите большие и маленькие на телеканале «Россия. Культура». Ура! Представить себе казачью культуру без танца невозможно. Исторически он служил для демонстрации ловкости, боевых навыков и для знакомства с понравившейся девушкой. Каждый старался показать себя с самой лучшей стороны. Даже выражение такое появилось. Плясать с кандибобером. То есть выполнить в танце какой-нибудь сложный элемент. Сегодня мы увидим казачий пляс в исполнении студии «Виртус. Город Москва». Мы ведущий творческий коллектив, хореографическая студия «Виртус». Нам уже 15 лет. Мы из Москвы, но сейчас мы на ежегодных сборах в Крыму. Готовимся к новому творческому сезону. Танцевать в одном стиле – это не про нас. Мы занимаемся акробатикой, классикой, гимнастикой, народным и модерном. Мы очень любим танцевать, поэтому танец – это наша жизнь! Давай, мужики! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА